Всем привет, я Аркадьевич Повал, я пишу обзоры и статьи для сайта Родожива. Сейчас у меня маленький такой ролик. Сейчас в Украине идет война, она началась примерно в 5 утра 24 февраля. Начали возле моего любимого города Выжгород рваться бомбы, светиться алым красным небо, дрожать окна. И было принято решение, что я вывожу свою семью с пригорода Киева, потому что было понятно, что Киев будет кошмарить. И я вывез свою семью на западную Украину. Поездка была очень сложная, очень ужасная. Мы сначала поехали к моим родителям, которые живут в пригороде Киева. Ну а там начался просто сущий ад в первый день войны. Вертолеты, огромные бомбардировки, ну я не знаю, как это правильно называется, огромная стрельба с вертолетов перед моими глазами, перед глазами родителей. Просто все утюжили, все горело, все дымело. Крики, визги, это было дико страшно. Просто неимоверно, когда над вашей головой летят вертолеты и обстреливают. Я не знаю, что они обстреливают, все взрывается. Мы приняли решение, что я с моей семьей едем дальше на западную Украину. Уехали по дороге, у нас ломалась машина, нам ее помогали чинить добрые люди. Она еще раз ломалась. Танки идут рядышком с нами, я стою на дороге, чиню машину. У меня все руки, все обжег, все руки. Просто какой-то кошмар происходит, сюрреализм, который в страшном сне не может присниться. То есть, это настоящая такая паника, настоящая война, настоящий ужас. Тот, кто не видел собственными глазами, как все взрывается, летит, не видел вот эти слезы всех людей, которые вокруг, тот не поймет, что у нас происходит. Но я хочу донести до своих читателей основную мысль, что в Украине действительно идет война. Это не какая-то специальная операция, потому что очень сильно кошмарят людей, расстреливают дома, все взрывается. Мои родители уже много дней сидят в подвале у себя в доме. Дом ихнего соседа полностью разрушен. Еще один дом соседний полностью разрушен. На него упал сбитый боевой вертолет. Они живут в ужасных условиях. Все село, поселок, в котором они живут, практически полностью разрушено. Они приютили четырех детей, в том числе и грудного ребенка, которому полтора месяца. К ним пришли люди, потому что у них есть скважина с водой и есть камин, который можно топить дровами. Потому что ни света, ни газа, ни воды, никаких условий. Все отключилось. Сети нет. Со своими родителями я уже не свазился два дня, потому что они просто не берут трубку. Некуда звонить. Я схожу с ума, сидею. Я не знаю, что с ними. Но я готов здесь быть на Украине и поддерживать всех украинцев морально, материально, чем могу, чем смогу. Я просто хочу еще раз, чтобы все поняли, что это не шутки. Что тут война. Это не какая-то операция. Тут умирают люди тысячами, сотнями, десятками. Дети. Тут страшно и сложно. Вот. Почему так случилось? Думайте сами. Обычно я выступаю за то, что радоживо аполитично. Но я, как живой человек, всегда очень остро интересуюсь политикой. У меня есть очень четкое и цельное понимание и политический взгляд, что происходит. Оглашать его не хочу, чтобы не разжигать споры. Но если хотите, можете мне в личку написать. Побеседуем на эту тему. Я всем жителям Украины желаю держаться. Желаю, чтобы мы отстояли свою страну. Чтобы мы жили в той счастливой стране, в которой мы живем. И просто всем счастья, любви и процветания. Держитесь, ребята. И еще хочу добавить, что весь мир в эти дни консолидировался с Украиной. Идет огромная поддержка Украины. Я хочу передать тем, кто находится в РФ, в Российской Федерации, что то, что вам внушают, это неправда. Если вы читаете радоживо, вы должны знать, что здесь я свободно общаюсь на русском языке, на языке, на русском языке. Я спокойно пишу свои статьи на русском. Мне никогда ни слова за это не сказали. Здесь нет никаких бендеровцев, нет никаких фашистов, неофашистов, националистов. Здесь хорошие, мирные, добрые люди, которые ценят свободу. Это очень важно, потому что я смотрю, ужасная пропаганда идет. Нас, украинцев, демонизируются. Это все неверно. Это все создано для того, чтобы разжигать рознь, чтобы люди из Российской Федерации, солдаты шли на Украину и здесь проводили свои операции, а на самом деле воевали. Это надо прекращать. У кого есть здравый смысл, тот должен понимать, что нужно прекращать агрессию России, Российской Федерации против Украины. Всем добра!